В ночь со среды на четверг в Кировске по адресу Ленина 21А в квартире на последнем этаже рухнул потолок. В одной из комнат образовалась огромная дыра. Обрушение было настолько серьезным, что пришлось обратиться за помощью к сотрудникам МЧС. Вот где я нахожусь сейчас, стою, здесь у нас стояла кровать. Все это случилось на второй день после ремонта, когда мы сюда уже переселились. Вот. Вдруг в среде ночи услышали грохот, ну, грохот, шум. То есть у нас натяжной потолок, это все, значит, видимо, за счет натяжного потолка, это все удержалось, то, что падало оттуда. Муж успел меня схватить за руку, то есть буквально в секунды порвался потолок, и все это посыпалось. Посыпались камни, посыпался шлак, вот эта огромная страшная доска, я не знаю, как она называется. Бессонная ночь выпала на долю Марины Афанасьевой и ее супруга. В отремонтированной квартире дома, где явно есть проблемы, чуть не пострадали люди. Слава богу, обошлось без травм. Потолок не обрушился сразу, лишь благодаря натяжным конструкциям, которые слегка смягчили удар. Со слов жильцов, их дом давным-давно нуждается в капитальном ремонте, и собственники даже успели собрать на него некоторую сумму. Дом подлежит капитальному ремонту, мы выиграли этот, ну, то есть вот эти деньги, которые должны. Остальную часть должны платить жильцы, вот, но нам отказали, потому что не было подрядной организации. На данную конкретную ситуацию проведение того капитального ремонта бы не повлияло, потому что в тот капитальный ремонт входил ремонт фасада, ремонт крыши, и на обрушение потолка он бы никак не повлиял. Эти средства с жильцов стали взымать еще год назад, а потом вернули. В итоге ремонт так и не состоялся. И как же теперь жить с дырявым потолком в страхе, что на голову рухнет еще что-нибудь, собственники пострадавшей квартиры даже не представляют. В городской администрации провели совещание, дабы решить, что же людям делать дальше. Готовится уже проект постановления по данному вопросу. Комитету по управлению муниципальной собственностью сегодня главой дано поручение подыскать помещение маневренного жилищного фонда. Обязательно жильцам этого дома в самое ближайшее время будет предоставлено это жилье маневренное на разумный срок до окончания проведения капитального ремонта. На Ленина 21А было произведено инструментальное обследование. Комиссия не признала дом аварийным, а это значит, что всех жителей переселять не станут. Однако, по данным экспертизы, дом остро нуждается в замене части конструкций. А значит, что жильцам в срочном порядке придется решить, каким образом они будут участвовать в областной программе по капремонтам, о которой мы подробнее расскажем в одном из ближайших выпусков новостей.